запись уже идет оказывается всем привет меня зовут павел я довольно таки прокачанная версия домашнего парикмахера работаю уже более 10 лет чтобы не быть голословным у меня есть для вас свидетельство об окончании которым указано что я 2006 года дружусь парикмахером по факту я парикмахером являюсь наверное все же последние года 2 до этого я занимался конкретной ерундой работал по всяким бытовкам с непонятными коллективами которые не подразумевали под собой какой-то самореализации так скажем ничем хорошим это явно бы не закончилось я решил свалить от них от всех куда-либо идти платить аренду снова что-то делать не очень было интересно и не очень хотелось и решил заморочиться дома дома так чтобы заходя ко мне при партическую люди не видели моего быта не видели всяческих кухонь стиральных машинок всяких этих ненужностей так скажем которые оттолкнули бы их от посещения моей парикмахерской работаю я уже более года здесь мне все очень нравится народу стало намного больше времени свободного стало намного больше теперь я никуда не должен идти если мне не хочется я не должен стричь кого-то если мне не хочется я не должен делать вообще ничего если мне не хочется я хочу спать я сплю хочу есть я ем хочу пить пью идти в туалет идут так ну короче делаю все что хочу мне не нужно больше под кого-то подстраиваться кому-то быть обязанным уборки допустим мне делать намного приятнее потому что я убираю практически у себя дома я можно сказать кайфую сейчас на самом деле так и есть сумма настоящий кайф никаких тебе обязанностей без хлопот долго я решился снять это видео наконец-то снял думал может быть кому-то будет неинтересно может быть кто-то не захочет смотреть может быть вообще нет смысла в этом видео но я надеюсь есть еще такие люди которые тоже сидят где-то и гложет это мысли о том что все-таки мы чем-то занимаемся не тем чем-то таким что ну не дает нам самолизации творчество я только и ушел оттуда с последнего своего места работы сюда в свою гнездочка как назовем его я да я немножко переживал на самом деле я не знал будет ли шаг успешным там уже был довольно таки наработанное место наработанная база немножечко переживал но прям такого большого страха перед будущим не было совсем я хотел хотел я сделал то что сделал теперь я нахожусь вот здесь смотрите вот на место работы вот здесь я работаю вот так это все выглядит очень светло хорошо ярко уютно люди кайфуют здесь находясь но наши конечно же местные может быть большом городе это была бы обычная бичовня так скажем но в нашем городе это получилось что-то эпическое народа стала ходить очень много я для детей поставил такую штуку приставочку они могут играться во время стрижки кальян поставил ну кальян так никто и не курил за все время работы парикмахерской не знаю люди то ли стесняются то ли то ли фиг его знают но как бы не хочется им курить кальян давайте посмотрим на то чем я работаю вот мои инструментики все довольно таки профессиональное все хорошего очень качества утюжок мне вообще не нужен мужской парикмахер это остатки как бы прошлые воспоминания о старой работе всяческие машиночки мой любимый красный фен мощная штука на самом деле которая дает жару если прямо нажав клавиши есть которые если ну если надо я могу снять обзорами хотя и поливом обзору этих мам на youtube вот каждая машинка по-своему любима здесь иногда бывает и целый месяц тригу только этой машинкой потом только этой машинкой потом только этой машинкой потом я думаю что нет все же самая крутая эта машинка потом это идти ну короче есть выбор и это весело потом мои ножнички я не буду говорить не помню сколько не стоит но все ножницы хорошие хорошего качества профессиональные ну вот как бы жемчужина так скажем моей коллекции я за них отдавал 15 тысяч рублей жаба меня душила конкретная потому что думаю как кого же я буду стричь своей суд же такими ножницами за 15 тысяч рублей но стрижки получаются намного интереснее и лучше мне кажется косметикой я пользуюсь в основном и стель потому что это недорого и довольно таки качественно вход мой парикмахерскую сразу с улицы никаких там никаких там нет дел тут зима видит сюда не зарастет народная тропа как говорится люди протоптали дорожку уже уже год сюда ходят все нравится вот видите получается я нахожу как это выглядит все же допустим пришел идешь такой тык 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 хоп ага нифига привет тук-тук там или открывается дверь и куда мы заходим заходим за уже конечно парикмахерскую такие часики я себе сделал сам если хотите могу вам скинуть как и делать довольно таки не плохо мне здесь у одного очень даже уютно потолки только вот невысокие но не так страшно на самом деле как может быть на видео потому что но никакого дискомфорта мне это не приносит полюбил работать на стульчике стульчик очень удобная штука советую всем если вы не работаете на стульчике стульчик очень сильно ну не знаю добавляет вам так скажем расслабленности вы как только ваши ноги немножечко устали вы можете расслабиться сесть на стульчик зеркала эти я достал совершенно случайно можно сказать на дикой распродаже на засущие копейки раму сам собрал из гипсокартона и шпаклевки получилось что-то такое довольно таки тоже эпичное красивое эту штучку мне колал знакомый кузнец что еще вам рассказать показать я вам хочу вот что посоветовать если у вас а я работаю конечно же само собой все официально все конкретно без всяких там движений налоги все платим чтобы не было страха мойка тоже довольно таки удобно муж кого интересует как это все работает вот так она стоит допустим приподняли кресло что пододвинули крест пододвинули чик вот и все и мы можем быть голову как это не помыть голову без этого века вообще надо всем мыть голову было приятно познакомиться что еще сказать добавляйтесь друзья буду рад видеть всех если кому надо может быть кому интересно я могу поделиться как все это делалось как все это строилось здесь изначально все было по-другому не было дверей не было ни стульев не было ничего не был главный инструмент был инструмент и огромное желание работать на самого себя чтобы не платить никому аренду не помогать никому так скажем выживать я вам очень советую если у вас есть желание самореализация если у вас чем-то хотя бы капельку хотя бы чуть чуть не устраивает коллектив если вам это все мешает жить если вам скучно на работе если вы знаете и видите что вокруг вас одни непрофессионалы нечего с ними находиться рядом если вы считаете себя профессионалом вы должны быть выше их на две три пять голов стараться показать им что они непрофессионалы и вам от этого вы должны ходить на кожу вы говорите я профессионал нет вы покажите своим делом своей работой своими стрижками любви к клиенту не нужно их облизывать но нужно им показывать что вы их цените потому что это фактически ваша еда не будет клиентов не будет еды так оно и есть не будешь есть умрешь больше никаких никаких мне кажется загадок по жизни нет ешь стриги ешь кайфуй вот и вся история для меня это стало если честно чем то большим чем парикмахерская это стало ну не знаю единственное домом и в этом доме слава богу очень много гостей на я планирую планирую в этом году в течение ну не знаю максимум наверное двух ну трех максимум месяцев заморочиться и за этой стеной забахать себя еще ну как бы эту стену я сам делал из гипсокартала я хочу сделать ее убрать эту стену вот разобрать вот ее и сделать позади этой стены ну как бы не то что позади а сделать один большой парикмахерский зал потому что у меня есть как бы второе зеркало которое пустует и я думаю найдется человечек профессионал который захочет трудиться со мной и за этой стеной раньше была кухня я вам не буду показывать сейчас что за ней но там 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 валяется всякий стройматериал все ведет процесс так скажем процесс идет полным хором я хочу забахать знаете такой лофт дизайн когда чищеные кирпичи мне немножко повезло этот дом древолюционный старый ну это не повезло конечно повезло в том что он кирпичный у меня он сделан из очень красивого старого кирпича который на самом деле очень красив я уже зачистил процентов 30 кирпича наверное да еще работа предстоит масштабная очень пыльная очень грязная работа но я хочу ее сделать сам не потому что мне жалко денег потому что я хочу это сделать сам я не вижу в этом ничего трудного я занимаюсь этим по чуть-чуть понемножку мне нравится это занятие я как бы строю свой уголок так скажем строю понемножечку делаю думал заниматься все ну выходные дни но не то было со второго числа пошли звонки можно постричься там то все а почему бы не думаю я не ошибка здесь устаю у меня есть тот же самый стол на котором можно сидя стричь это очень удобно если у кого нет стола советую брать нужно по-любому потому что стол выручают нереально вместо того чтобы заниматься ремонтом работаю занимаюсь любимым делом так скажем я исключительно мужской мастер женщин стриг занимался окрашиваниями всем на свете ну это это неплохо но это не не то чем мне нравилось заниматься расскажу почему женщину можно постричь и она придет к тебе обязательно если ты постараешься все хорошо сделаешь но она придет к тебе может через месяц может через два может через три через полгода через год с такими отрошенными корнями нереальными а мужчина он не может сильно зарастать позволять себе так скажем сильно зарастать и поэтому они ходят стричься к тебе где-то раз в два месяца что является ну для меня более лучшим денежным так скажем притоком чем стрижка женщин плюс женщин стриж это отдельная басня это феном сушить полчаса на брашинге что-то вытягивать постоянно какие-то секущиеся такие-то кончики которые там нельзя вот столько надо убрать надо столько она вот столько хочет ну и потом говорит почему они дальше секутся потому что их надо говорить вот столько ну вот так просто на самом деле не вернусь больше никогда я в женский зал буду дальше встреч если вам интересно если вам понравилось это видео если вам интересно слушать смотреть на меня я планирую в дальнейшем устроить такие ну можно сказать мастер-классы показать то что я могу могу я считаю неплохо много но вы должны быть в этом заинтересованы потому что я не хочу для того чтобы проводить мастер-классы я должен заинтересовать так скажем клиентов моделей на то что их будет записывать видео ну видеоканер на видео и мне придется стричь бесплатно а я очень не люблю что то делать без выгоды так скажем тем более да да я думаю никто из нас не любит стричь бесплатно зачем что смысл в этом бесплатных стричках никакого смысла нет я ну в общем давайте на сегодня хватит мне было для меня это очень хороший эксперимент мне было немножко страшновато для начала записывать даже вот такой простой пролог так скажем я это сделал теперь дело за нами за всеми я надеюсь на все будет классно будем знакомы Павел Журавель всего хорошего мою его покинул в его не не ничего нет не 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 Продолжение следует...